Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Чем гордятся кубанские селекционеры? Новые взгляды на отечественное семеноводство в одном из сельхозпредприятий Анапы. В межсезонье «Ждем туристов» вводится субсидия при перевозке отдыхающих к Черному морю в период низкого спроса. Наши не подкачали. Анапские хоккеисты вышли на лед после годового перерыва. Для упорядочения выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города-курорта Анапы создана рабочая группа по оформлению и согласованию разрешительной документации. Возглавил ее работу заместитель главы города Владимир Забураев. Задача рабочей группы – не допущение нарушений градостроительного законодательства при оформлении разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города-курорта Анапы. Ответственность за это берет на себя целая команда – специалистов юридической службы, имущественного управления, архитектуры, управления ЖКХ, городского совета. Документы соответствуются, существуют. Все документы, согласно первой статье приложены, все соответствуются. То есть мы можем дать разрешение на строительство? Совершенно верно. Можем, они имеют под собой соответствующую, мы проверили их соответствующую техническую вооруженность и так далее. То есть они имеют... Полностью проверена документация. Так, уважаемые чрезвычки, когда ее разрешение узнают, кто за? Прошу, пожалуйста. Есть. Все, все, все. Но не всегда с первого раза выдаются такие разрешения. Рабочая группа имеет право указать на недочеты в соблюдении градостроительного законодательства и потребовать их безоговорочного устранения. Как, например, при строительстве на Пионерском проспекте 143. Ну, ты взбодяешься в вопрос, в вопрос уже столько, да, ну, в года три, наверное, тянется. Да, очень долгий вопрос. Да, ну... Шли долгое время на встречу друг другу. Я надеюсь... Я надеюсь, да, взаимопонимание. Я надеюсь, да, взаимопонимание. Они выполнили все наши требования. Пионерский 143. Пионерский 143. То бишь... Ушли все наши замечания и они приложили фотографии. Вот сейчас члены комиссии могут оценить текущее состояние объекта. Что им надо... Что им надо... ...вот в эксплуатацию. Да, и разрешение на вот объекта... Ну, то есть, это вопрос с бородой. У нас он очень долго тянулся в этом плане. Сейчас нашли это соприкосновение, все учтены. И наши, так сказать, законы учтены. И их, так сказать, да, пожелать... Долгое время строился объект. За это время неоднократно менялась законодательства. Ну, мы выезжали сюда. То бишь, даем разрешение на вот в эксплуатацию, да? Да. Рабочая группа имеет также право пригласить на свое заседание и заслушать на нем представителей собственника строящегося объекта. Вы были там, на этом участке? Да. Когда? Наверное, еще когда немцы отступали, да? Нет, нет, нет. Мы были, когда подан был нами пакет документов на вот в эксплуатацию. И исполнитель управления архитектуры Татьяна Ильинична сказала, что необходимо предоставить свежие фотографии. Мы отправились туда для съемки. Так. Делали фотографии. На что? Вот пришли, чтобы мы дали на вот? Вот, вот, эксплуатация. А вы видели дома все вообще? Видели на тех дома? Да, видели. Накануне в этом проезде на АДЖМТ по адресу Пионерский проспект 257 и 259 побывала и съемочная группа. Стройка утопает в амброзии и мусоре. Незавершены отделочные работы. При этом будущие хозяева дома настаивают на том, что готовы вселиться в свой особняк и в таком виде. Рабочая группа отказала выдачи разрешения на вот в эксплуатации таких домов. Здесь и штраф хозяину строительства за элитные заросли амброзии просится сам по себе. 1 сентября уже совсем скоро. Школа Анапы, по оценке специальной комиссии городского управления образования, на 90% готовы к началу нового учебного года. Сегодня на краевом совещании губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил до конца года организовать профессиональную охрану во всех школах региона, а также призвал к комплексному подходу в вопросе строительства новых образовательных учреждений. Цитирую, мы живем сегодня в советских школах. Отсутствие школы – это отсутствие завтрашней жизни в регионе. Будут школы – будет жизнь. Будет образованная молодежь. Мы также должны создавать условия, чтобы в регион пришли лучшие педагоги. Нужно строить жилье учителям. Строится новая школа – параллельно думайте, где будут жить учителя. Все нужно делать в комплексе. Конец цитаты. Сейчас поданы заявки на возведение четырех типовых школ в крае. Если федеральное ведомство даст положительный ответ, то регион сможет претендовать на финансирование по программе, предусматривающей строительство типовых школ, сообщает Переслужба администрации Краснодарского края. И к другим темам. Кубань является основой производства семян кукурузы, подсолнечника и многих других культур в нашей стране. И местным селекционерам есть чем гордиться. По словам главы краевого минсельхоза Андрея Коробки, кубанскую селекцию нужно поддерживать, причем не на словах, а конкретными действиями, так как это одна из основ продовольственной безопасности страны. В крестьянском хозяйстве анапчанина Николая Лазарева более 10 лет назад отказались от использования импортных семян подсолнечника. Далее о разнице в цене, технологии и о том, чем сорт отличается от гибрида. До сбора урожая подсолнечника остались считанные недели. У предприятия в аренде порядка полутора тысяч гектаров земли, примерно треть занята масличной культурой. С 2005 года все засевается отечественными семенами. Это сорт, а не гибрид. Разница в технологии. Для гибрида сначала выращивают родительские растения, затем скрещивают и получают семена. С ними идут специальные препараты, которые не дают зайти сорнякам. Посевы под ключ обходятся примерно 4-5 тысяч рублей из расчета на 1 гектар. Российские сортовые семена – 90 рублей, хотя в этом случае поле необходимо пропалывать. Но даже так конечная себестоимость раза в два ниже, чем при использовании импортного гибрида. Непонятно, откуда они берут такие цены. Вот, что оно хоть там, хоть там доллар, евро, хоть растут, хоть не растут, но импортные семена почему-то очень уж дорогие. Ну, видите, может быть, конечно, в той зоне, где-то там за Краснодаром и так далее, где черноземы, там получают и 30, и 40 центнеров. Может, для той зоны это, как говорится, актуально. А здесь у нас я получаю не меньше. Есть и отечественные гибриды с сопутствующими технологиями. Их выращивать также дешевле, чем импортные аналоги. В Анапе под подсолнечником 4,5 тысячи гектаров, положенные по технологии 18% от всех посевов. Не меньше половины засевают отечественными семенами. Ежегодно доля импорта уменьшается. Наверное, конечно, рано или поздно переход будет. И, то есть, площади, естественно, будут увеличиваться нашими сортами и гибридами. Потому что нет смысла отдавать предпочтение тем сортам и гибридам, которые выращены для конкретных зон, допустим, там, Германия, Франция. У нас своеобразные погодные условия. Под эти погодные условия уже и работают наши конкретные институты, выращивая непосредственно семена подсолнечника, кукурузы, тех культур, которые в районе возделываются. Впрочем, специалисты отмечают, что крупные иностранные компании нередко просто дают семена в счет будущего урожая. Да и в одночасье сменить технологию даже при очевидной выгоде не так просто. Кроме того, сами семеноводы признают, что сегодня мало произвести качественный товар. Необходимо поучиться у иностранных компаний маркетинговым технологиям. За приехавших в межсезонье туристов будут выплачивать субсидии туроператорам. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещено соответствующее постановление. Туроператоры могут рассчитывать на субсидии, если отправят туристов отдыхать на Азовское и Черноморское побережья Краснодарского края с октября по май, Ставропольский край, Крым, Ленинградскую область, Сочи и Бурятию в период с октября по апрель. Размер субсидии за одного туриста составит от 1 до 2 тысяч рублей в зависимости от направления и числа отправленных гостей в период низкого спроса. При этом поездка на курорт должна длиться не менее 7 дней. Программа рассчитана до 2019 года. После почти годового перерыва хоккейный клуб «Анапа» вновь вышел на лед. В Северской состоялся товарищеский турнир, посвященный Дню физкультурника. В течение двух дней команды «Анапы», Крымска, Станицы Северской и Краснодара боролись за звание лучшего. Как развивали события на ледовой арене в нашем сюжете. В борьбе за второе и третье место на ледовом поле «Айс Пелос» команда хоккейного клуба «Анапа» встретилась с командой «Северские волки». За минувший год игроки Станицы Северской обновили основной состав команды, но это хоккеистам не помогло. Хоккейный клуб «Анапа» практически всю игру провел на половине соперника и одержал уверенную победу, приблизив себя на шаг к основной цели – выходу в финал. Счет 10-5 в пользу анапчан. Это спорт. Побеждает, конечно, дружба, но сегодня «Анапа» была сильнее. Удачи им, удачи в финале. У них, я так считаю, более сбалансированный состав. Они сыграли ровно. Ну и на их стороне была сегодня удача. Поздравляю их с победой, заслуженной победой. По итогам финальных игр в борьбу за первое и второе места вышли команды «Анапа» и «Изумруд» из Крымска. Заключительный матч стал настоящей проверкой силы духа, выносливости и стремления к победе. Первый период показал, что команды не уступают друг другу ни в скорости, ни в технике. Очень тяжело. Команды сильные у них собрали. Еще в меньшинстве много играли из-за некоторых товарищей. Ну, в меньшинстве две изобилия. Ну, надеюсь, дальше так, если пойдет, выиграем. Второй период игры вновь подтвердил, что соперники из Крымска уступать не намерены. Силовые приемы, удары клюшками, подножки, удаление с поля следовали одно за другим. Это заставляло нервничать не только тренерский состав, но и болельщиков. Ай, мам, почему ты ворота не не стяжешь? И только в третьем периоде хоккейному клубу «Анапа» с огромным трудом удалось оторваться от команды «Изумруд». Счет 5-3. Команда «Анапы» побеждает в товарищеском турнире, посвященном Дню физкультурника. Хочу поздравить ХК «Анапа» с победой, с первым местом. Ребята старались, выложились. При том, что игра давалась довольно-таки сложно. Где-то сами испортили там ненужными удалениями. Ну, в принципе, забили в определенный момент, там нужные шайбы повели с небольшой разницей, с комфортной. Ну и в конце там пришлось немножко попластаться, в плане поиграть в меньшинстве, там 5 на 3. Ну, спасибо ребятам, выстояли. То есть довели до нужного результата игру. Первая победа 2016 года в копилке «Анапчан». Кроме этого, лучшие хоккеисты, которые показали достойные результаты, были награждены особыми подарками. От спонсора турнира «Центра здоровья» им вручены сертификаты на бесплатное медицинское обследование. Но, как рассказал руководитель любительской хоккейной лиги Краснодарского края Сергей Томов, прогнозы на будущее делать еще рано. В этом сезоне прогнозы делать сложно. Первое – это отсутствие собственного льда. Минус. Второе – то, что команда может быть немножко переформирована. То есть, какие-то придут новые игроки, которые смогут показать более высокий результат. Ну, хочется надеяться, что в этом сезоне будет более интересный хоккей. В следующей встрече хоккеистов среди любительских команд Краснодарского края состоится в Ейске. 1 сентября в Ледовом дворце «Снежинка» встретятся команды из Кущевской, Анапы, Ейского и Динского районов. По сообщению Кубанинерго, завтра, 17 августа, в связи с проведением ремонтных работ, будет частично прерванное электроснабжение. С 0 до 5 часов в Воскресенском Пятихатках в Верхнем Джамите. С 12 до 17 часов в Красном Воскресенском Цыбанобалке. С 13 до 17.00 в Суко-Пионерном Варваровке. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.